Вы слушаете чтение Библии. 6 декабря. Книга пророка Даниила. 1-я, 2-я, главы. Глава 1. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навухадоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия его. И он отправил их в землю Синаар, в дом Бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу Бога своего. И сказал царь Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку халдейскому. И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать перед царем. Между ними были из сынов Иудинах Даниил, Анания, Месаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов. Даниила – Валтасаром, Ананию – Седрахом, Месаила – Месахом и Азарию – Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу – «Боюсь я господина моего царя, который сам назначил вам пищу и питье. Если он увидит лица ваших удащавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновной перед царем». Тогда сказал Даниил Амилсару, которого начальник евнухов приставил к Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии. «Сделай опыт над рабами твоими в течение десяти дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобой лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амилсар брал их кушанье и вино для питья и давал им овощи. И даровал Бог четырем этим отрокам знания и разумения всякой книги и мудрости. А Даниилу еще даровал разуметь и всякие видения и сны. По окончании тех дней, когда царь приказал представить их, начальник Евнухов представил их Навуходоносору. И царь говорил с ними. И из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Месаилу и Азарии, и стали они служить царю. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем не спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его. И был там Даниил до первого года царя Кира. Глава вторая Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали перед царем. И сказал им царь, «Сон снился мне, и тревожится дух мой. Желаю знать этот сон». И сказали халдеи царю по-арамейски, «Царь, вовеки живи. Скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение его». Отвечал царь и сказал халдеям, «Слово отступило от меня. Если вы не расскажете мне сновидение и значение его, то в куски будете изруглены, и дома ваши обратятся в развалины. Если же расскажете сон и значение его, то получите от меня дары, награду и великую почесть. Итак, расскажите мне сон и значение его». Они вторично отвечали и сказали, «Да расскажет царь рабам своим сновидение, и мы объясним его значение». Отвечал царь и сказал, «Верно знаю, что вы хотите выиграть время, потому что видите, что слово отступило от меня. Так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока минет время. Итак, расскажите мне сон, и тогда я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его». Халдеи отвечали царю и сказали, «Нет на земле человека, который мог бы открыть это дело царю. И потому ни один царь великий и могущественный не требовал подобного ни от какого-то иновеца гадателя и халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых обитание не с плотью». Рассвирепел царь и сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов вавилонских. Когда вышло это повеление, чтобы убивать мудрецов, искали Даниила и товарищей его, чтобы умертвить их. Тогда Даниил обратился с советом и мудростью к Кореоху, начальнику царских телохранителей, который вышел убивать мудрецов вавилонских, и спросил Ариоха, сильного при царе, почему такое грозное повеление от царя. Тогда Ариох рассказал все дело Даниилу. И Даниил вошел и упросил царя дать ему время, и он представит царю толкование сна. Даниил пришел в дом свой и рассказал дело Анании, Месаилу и Азарии, товарищам своим, чтобы они просили милости у Бога Небесного об этой тайне, дабы Даниил и товарищи его не погибли с прочими мудрецами вавилонскими. И тогда открыта была тайна Даниилу в ночном видении. И Даниил благословил Бога Небесного и сказал Даниилу, да будет благословенно имя Господа от века и до века, ибо у него мудрость и сила. Он изменяет времена и лето, низлагает царей и поставляет царей, дает мудрость мудрым и разумение разумным. Он открывает глубокое и сокровенное, знает, что во мраке, и свет обитает с ним. Славлю и величаю Тебя, Божи отцов моих, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя, ибо Ты открыл нам дело царя. После этого Даниил вошел к Кориоху, которому царь повелел умертвить мудрецов вавилонских, пришел и сказал ему, не убивай мудрецов вавилонских, введи меня к царю, и я открою значение сна. Тогда Ореох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему, я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна. Царь сказал Даниилу, который назван был Валтасаром, можешь ли ты сказать мне сон, который я видел, и значение его? Даниил отвечал царю и сказал, тайны, о которых царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю на ухо-доносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение головы твоей на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после этого, и открывающий тайны показал тебе то, что будет. А мне тайна эта открыта не потому, что я мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его из серебра, чрева его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы, без содействия рук ударил в истукана в железные и глиняные ноги его и разбил его. Тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великой горой и наполнил всю землю. Вот сон. Скажем царю и значение его. Ты, царь, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты — это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего, и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землей. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечной глиной. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. И в дни тех царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото, великий Бог дал знать царю, что будет после этого. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуха-Доносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну». Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской и главным начальником над всеми мудрецами Вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Седраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя. Седраха, Месаха и Авденага